Добрый день коллеги, позвольте представиться. Меня зовут Рукелья, я тренер Microsoft в центре компьютерного обучения специалист, являюсь одним из авторов и основателей ресурса ITBand.ru, MVP по направлению Directory Services и в данном докладе мы будем с вами разговаривать об Exchange Server 2010. Данный доклад является продолжением второй частью серии, которую я начал. Данная серия это ответы на часто возникаемые вопросы по продукту Exchange Server 2010. Ну, как вы уже поняли, я тренер и поскольку слушатели часто задают одни и те же вопросы, я решил сделать серию, в которой буду на эти вопросы отвечать в формате записей для ресурса TouchDays. Итак, первая часть была, наверное, с месяца назад. Что ж, теперь продолжим. На сегодня есть еще несколько задачек, которые нужно будет порешать. Начнем с первого вопроса. Как создать в ящиках пользователей дополнительную папку? Ну, все вы прекрасно представляете стандартный почтовый ящик пользователя. Это папку Inbox, Outbox, Draft, Send Item и так далее. Ну, если в русском варианте там исходящий, входящий и прочее. Иногда стоит задача создать дополнительную папку, ну, например, там рассылка корпоративная или старые входящие. И сделать так, чтобы эта папка появилась сразу у группы пользователей. Давайте с вами попробуем это сделать автоматизированно с использованием инструментов Exchange. Для решения этой проблемы я воспользуюсь двумя почтовыми ящиками. Есть у меня такие, User1 и, соответственно, User2. Я хочу, чтобы в этих почтовых ящиках создалась дополнительная папка, которая будет называться рассылка. Ну, или в английском варианте Mailer. Первое, что мне необходимо сделать, это создать NewManagedFolder, новую управляемую папку. Ну, поскольку я уже давно не использую этот команд-лет, я возьму GetHelp и посмотрю примеры создания папки. Ну, на самом деле, папка создается достаточно легко. Нам необходимо указать ее имя, имя, которое будет отображаться конечному пользователю, и ту квоту, которую мы на размер этой папки устанавливаем. Ну, поскольку я сказал, что папочка у меня будет называться Mailer, давайте на нее и посмотрим. Так, для начала ее создаю. И там, и там имя будет совпадать. Ну, первое имя – это то, что отображается администратору, когда он просматривает, а второе – это то, что отображается конечному пользователю. Итак, папка создана, но на текущий момент папка не применяется ни к какому почтовому ящику, то есть у пользователей ее нет. Этапом номер два я создаю политику NewManagedFolder, MailboxPolicy. Опять же, сразу смотрю справку по тому, как создать политику. И видим, что политика создается очень и очень легко. Во-первых, мы с вами указываем имя этой политики. Во-вторых, мы указываем, какие папки управляемые в эту политику входят. Ну, естественно, несложно догадаться, что впоследствии мы просто применим политику к почтовому ящику. Итак, еще разок. NewManagedFolder, MailboxPolicy. Указываем имя. Давайте ее назовем Policy1. И далее ставим ключик. ManagedFolder, Links. И папочка, которая должна входить в эту политику, называется Mailer. Отлично. Что мы сейчас с вами видим? Что у нас A. Есть новая папка. B. Эта папка закреплена политикой. Но опять же, политика пока никому не применяется. То есть логика очень простая. Папка, потом политика. В политику могут входить несколько папок. И впоследствии политику нужно применить к почтовому ящику. Окей. Едем дальше. Берем наши почтовые ящики. Здесь должно быть два новых. User1 и User2. Я захожу в свойства. И на закладке Mailbox Settings есть опция Message Record Management. И вот здесь, смотрите, у меня на текущий момент Exchange уже с сервис-паком 1. И если мы говорим об Exchange с сервис-паком 1, то указать ту политику, которую мы с вами только что создали через графику, у нас не получится. Следовательно, нужно будет воспользоваться чем? Следовательно, придется воспользоваться Shell. Для начала я сейчас возьму почтовые ящики, которые меня интересуют. Два почтовых ящика. И для них попытаюсь применить мою политику. Set Mailbox. Managed Folder Mailbox Policy. Вот она. И указываю имя. Имя у моей политики Policy 1. Отлично. Подтверждаем применение для двух почтовых ящиков. И что, собственно говоря, нужно теперь сделать? Поскольку мы применили политику к почтовому ящику, то можно проверить результат. Но прежде чем результат проверять, нужно запустить такой процесс. StartManagedFolder Assistant. Который как раз и отвечает за применение этих папок. Просто можно было ничего не делать, подождать до следующего утра, и все бы было хорошо. Но поскольку ждать очень и очень не хочется, я запускаю StartManagedFolder Assistant с указанием ящиков, которые должны быть обновлены. Ну что ж, теперь необходимо зайти в почтовый ящик и проверить, что управляемые папки дополнительные действительно были созданы. Подключаемся. Ящик до этого был не создан. Первый раз подключаюсь. Вот, кстати, смотрите, у меня еще не появились дополнительные папки. Давайте я сейчас повторю процедуру. Возможно, еще не успел отработать. И еще разок перелогинюсь. Бывает такое, что не сходу появляется, к сожалению. Давайте проверим, что у нас политика применилась к почтовым ящикам. GetMailBox. Identity. User. Захватываем только наши почтовые ящики. И скажем, что нас интересует из этих почтовых ящиков только параметр политики. В котором встречается слово Policy. И видим, что у нас Managed Folder Mailbox Policy применена Policy 1. Так, ну что же может быть? Вроде бы все уже сделали. Пора бы появиться этим папкам. Давайте еще разок перелогинюсь. Будем считать, что процесс пока не отработал. Но, увы. Давайте сделаем так. Я сейчас поставлю запись на паузу. Дамы к ченжу выставятся хотя бы минут 10. И если управляемые папки появятся, мы с вами продолжим. Если нет, я тогда отвечу на вопрос, почему эти папки пока не появились. Ну, как я и предполагал, 10-минутного таймаута вполне хватило для того, чтобы в почтовом ящике, в почтовых ящиках пользователя появилась ветка Managed Folder с управляемой папкой. И та папочка Mailer, которую я создал. Причем, обратите внимание, показывается квота на 1 мегабайт. Ну, естественно, 1 мегабайт это очень мало, нужно будет поменять, но в то же время. При этом обратите внимание, что пользователь может создавать здесь субпапки, но удалять, переименовывать данную папку не в его власти. Хотя он может сюда дополнительно сам перекидывать письма. Или по правилам сортировки, например, какую-то почту определенную помещать сюда. То есть, еще раз резюмируя создание дополнительной папки в почтовом ящике пользователя, нужно остановиться на следующих командлетах. Первый командлет называется New Managed Folder, то есть им вы создаете новую папку. Второй командлет New Managed Folder Mailbox Policy, вы создаете политику и в эту политику включаете папку. И третий этап, я использую командлет Set Mailbox, то есть меняя параметры почтового ящика, ставил ключик Managed Folder Mailbox Policy и говорил, к какому почтовому ящику какая политика применена. Заключительным этапом являлся запуск командлета Start Managed Folder Assistant с указанием почтового ящика, для которого должен отработать процесс. После чего прошло буквально 10 минут и появилась папка в двух почтовых ящиках. Ну, соответственно, вуаля, теперь эту папку можно будет использовать. Второй вопрос, который мы с вами разберем сегодня, это как проверить работу сервисов Exchange 2010. Подозреваю, все, кто администрировали Exchange, замечали, что после инсталляции данного продукта в операционной системе появляется множество различных сервисов дополнительно. И поскольку Exchange достаточно безусоемкий продукт, то иногда при недостатке памяти, при загрузке компьютера часть сервисов просто-напросто не стартует. Я хотел показать вам набор командлетов, которые почему-то не сильно известны, но в то же время очень полезны при определении работоспособности сервисов, так и отдельных функциональных возможностей Exchange. Давайте с вами посмотрим. Итак, существует целая группа командлетов, давайте на нее посмотрим, которая начинается с глагола test. То есть test connectivity, test ECP connectivity, test pop connectivity и так далее. Я сейчас покажу основные, остальные вы уже разберете самостоятельно при желании. Итак, первый командлет из разряда must-have это test service health. Что делает данный командлет? Он выводит вам на экран роли, которые установлены на данном Exchange сервере и показывает сервисы, необходимые для функционирования конкретной роли. Если с вашим Exchange сервером все в порядке, то вы должны увидеть 4 слова true. То есть под каждой роли, при условии, что у вас установлен unified, должно быть написано true. Если вдруг какой-то сервис остановлен, следовательно, состояние роли переходит в fails, но и в таком случае роль уже не функционирует нормально. Давайте сейчас сделаем следующее. Я остановлю один из сервисов Exchange, MS Exchange Service Host. И проверим еще раз работу командлета test service health. Видим, что у нас целых 3 роли, которые завязаны на этой службе, перешли в состояние fails. То есть я сейчас запущу эту роль, стоп поменяю на старт и все вернется на круги своя. Еще разок test service health и опять видим 3 true. Итак, это основное. Есть очень много вкусных командлетов. Давайте вернемся к списку. Например, командлет тест мапи connectivity, который позволяет проверить соединение с базами данных, если вдруг база данных размонтирована, выдать вам сообщение о том, что база, к сожалению, не работает. Итак, смотрим get help, командлет тест мапи connectivity, ну и ключик examples, который я всегда использую, если хочу посмотреть примеры. Очень простой командлет. Единственное, что вам необходимо прописать, это имя сервера, базы данных которого мы будем с вами проверять. Сервер у меня называется delta. Ну, следовательно, я пишу test mapi connectivity, ключиком server и параметром delta. Видим, что у нас, точнее у меня, две базы данных на этом сервере. Обе находятся в состоянии successful. Все хорошо, они работают. Для того, чтобы проверить, как поведет себя командлет в случае размонтирования базы данных, да, или ее не работает, я сейчас выполняю функцию dismount. И еще раз повторяю соединение, да, test mapi connectivity. Сразу видим, что тест базы данных mailbox database завершился с ошибкой и прям пишет error, database is dismounted. Ну, давайте я обратно смонтирую. И попробую проверить еще раз. Вот, пожалуйста, теперь опять все хорошо. Еще один командлет из разряда test. Очень удобный, тест OVA connectivity. Позволяет проверить подключение через Outlook Web Application к вашему Client Access серверу. Опять же, получаю справку по данному командлету. Он не сложный. Единственное, что здесь придется указать, это URL для подключения к вашему Client Access. Ну, в моем случае это https delta.atband.ru. И последний ключик называется Mailbox Credential, который в данном ключе у нас запрашиваются данные учетной записи, от имени которой мы будем осуществлять подключение. То есть я делаю getCredential, credential и указываю имя учетной записи, в моем случае itband.ru.atband.ru.at.ru, от которой мы будем проверять подключение. Итак, выполняю данный командлет, у меня запрашивается пароль к учетке, я его ввожу. И ждем, пока произойдет подключение. Ну, как мы видим, не удалось подключиться, поскольку SSL сертификат, который используется в моем Client Access сервере, он недоверен. Он недоверен, потому что это самоподписанный сертификат. И мастер выпадает с ошибкой. Ну вот мне в подсказке предлагает использовать ключ Trust Any SSL Certificate, для того, чтобы не ругался мастер и подключался в любом случае, даже если сертификат не валитный. Ну, отлично. Что мы с вами видим? Вот за одну секунду осуществилось подключение и успешно. Давайте еще разок проверим, за какой промежуток времени мы подключимся второй раз. Ну, второе подключение уже вышло за 93 миллисекунды. То есть все отлично. И еще один заключительный командлет из группы Test, которыми я активно пользуюсь. Давайте сейчас его посмотрим. Данный командлет позволяет нам проверить, можно ли отправить почту или проходит ли почта между точкой А и точкой Б. И посмотреть, за какой промежуток времени эта почта пройдет. Итак, очищаем экран и смотрим GetCommandTest-звездочка. Итак, данный командлет называется TestMailFlow или проверка потока почты. Смотрим справку с ключиком Examples. И что мы с вами видим? Ну вот, очень простой командлет. То есть вначале мы с вами указываем имя сервера, откуда должна идти почта. И target email addresses, адрес, на который почта должна идти. Ну, давайте с вами проверим. TestMailFlow. Указываем сервер. Сервер у меня называется Delta. И ключик target email addresses. Ну, в моем случае будет user1sobaka.atban.ru. То есть мы сейчас с вами проверим, сможет ли дойти почта с сервера Delta на адрес user1.atban.ru. Здесь вы можете указывать и внешние адреса, если у вас есть коннектор для отправки почты в интернет. Следовательно, поймете, доходит ли почта на конкретный адрес. Итак, видим, что почта была отправлена успешно. И вот за 14 секунд с копейками была осуществлена данная операция. Пользователь user1 в таком случае придет письмо тестовое. Его легко очень увидеть. Да, оно прям сразу пишется, что к вам пришло тестовое письмо. Это проверка работоспособности почты. Резюме следующее. Командлитов test достаточно много. Их там несколько десятков. И настоятельно рекомендую с ними разобраться. Во-первых, они упрощают траблшутинг при решении проблем с экченжем. Во-вторых, в случае, если у вас нет системы какой-то мониторинга, то можно написать неплохой скрипт и время от времени его запускать. И он будет выводить вам информацию в текстовый файл по электронной почте. Оповещать о работоспособности вашего экченж сервера. Итак, третий вопрос и последний на сегодня. Как настроить перемещение старой почты в архивный почтовый ящик? Очень актуальный вопрос в последнее время. С появлением в экченж 2010 такого понятия, как архивный почтовый ящик, администраторы задумались тем, что с PST-файлами, которые хранятся локально на компьютерах пользователей, нужно бороться. В экченж сервере 2010 с сервис ПАКом 1 архивный почтовый ящик был доведен до ума. Теперь фактически у каждого пользователя может быть два почтовых ящика основной и архивный, который располагается в другой базе данных. Архивный почтовый ящик допускает использование отдельной квоты и, соответственно, доступен только в режиме онлайн. То есть идеология такая. Пользователь может переместить свою старую почту в архивный почтовый ящик, тем самым не загромождая основной и очищая основной, чтобы соответствовать тем стандартам квоты, которые в нашей организации используются. Но мы с вами хотим не просто включить архивный почтовый ящик, это достаточно легко, а сделать так, чтобы вся старая почта перемещалась в архив вне зависимости от желания нашего пользователя. То есть, допустим, прошло три месяца и почта из папки входящей перекочевала в архивный почтовый ящик и доступна теперь только там. То есть слегка автоматизировать этот процесс. Для того, чтобы это сделать, я переключаюсь обратно на свой стенд. Давайте открою опять же Exchange. И что я сделаю в самом начале? Прежде всего мне нужен подопытный кролик. Для этого я создаю новый почтовый ящик. Почтовый ящик пользователя. Есть у меня пользователь без ящика, Илья Руть. Ну вот, собственно говоря, его и будем использовать. Сразу укажу базу данных, где будет находиться основной почтовый ящик. На сервере Delta это Mailbox Database. Пошла процедура. Пока создан только основной почтовый ящик. Я создаю дополнительный архив. То есть, говорю, включить архив. И поскольку у меня Exchange 2010 Service Pack 1, мне дает возможность выбрать, в какой базе данных архивный почтовый ящик будет располагаться. То есть, в моем случае специально создана отдельная база архивов. Ну, глупо, да? Хранить и основной, и архивный почтовый ящик в одной базе. Смысл тогда в данной операции. Итак, Илья Руть изменился. У него поменялась картинка. У него теперь есть архив, и он находится в другой базе данных. Вернемся к нашей задаче. Давайте я сейчас, прежде чем осуществлять какие-нибудь манипуляции, подключусь к серверу под имени Илья Руть и проверю, что он видит, да, пользователь, видит свой архивный почтовый ящик. Мы на него сейчас посмотрим. Итак, онлайн архив на месте. Единственное, что там нет абсолютно никаких папок, естественно, нет писем, но это не мешает человеку создать какие-нибудь свои папочки. Впоследствии Илья Руть, да, может перетаскивать почту вручную. Но это неинтересно. Давайте этот процесс автоматизируем. Для этого я переключаюсь на уровень организации, выбираю Mailbox, и здесь есть такая закладка, называется Retention Policy Tag, или теги хранения контента. Вот те теги, которые вы видите сейчас, это преднастроенные. Мне нужен свой тег, я его создаю, New Retention Policy Tag, и говорю, что этот тег будет называться Mailbox to Archive, и, допустим, Mailbox to Archive 120 дней. То есть, чтобы через 120 дней все перемещалось в архив. Ну, то есть, это имя, оно ни на что не влияет. Далее, если я хочу, чтобы у меня данный тег применялся ко всему почтовому ящику, я в типе тега выбираю All Other Folders in Mailbox. Далее ставлю, что меня интересует устаревание через 120 дней, и говорю, после чего, точнее, не после чего, а что делать, что делать, когда эти 120 дней пройдут, и почта устареет. В моем случае, мне необходимо выбрать действие Move to Archive. Отлично, тег создан. Но имейте в виду, от того, что вы создали тег, конечному пользователю ни холодно, ни жарко. То есть, у него ничего не поменяется, этот тег пока не привязан абсолютно к пользователю или к почтовому ящику. То есть, если вы хотите, чтобы этот тег отработал, вам нужно перейти на соседнюю закладку Retention Policy, создать новую политику. Давайте ее так и назовем. Mailbox to Archive Policy. И здесь необходимо указать, какие теги будет нести данная политика. То есть, в данном случае, меня интересует тег, где он здесь? Mailbox to Archive 120 дней. Замечательно. Ну, если в вашем случае не 120 дней, а какие-нибудь другие требования, тогда, соответственно, подправить. Далее мы указываем, для каких почтовых ящиков должна срабатывать эта политика. В моем случае, я хочу, чтобы эта политика срабатывала для Ильи Русь. И нажимаю New. Все. Политика применилась. То есть, теперь, впоследствии, когда пройдет время. Но если вы планируете в перспективе оттестировать данное решение, вы можете поставить один день, на следующий день прийти к вечеру и убедиться, что у вас все письма, которые были в почтовом ящике, в архив перетекли. Для ускорения процедур, опять же, напоминаю, что есть Commandlet StartManagedFolder и System, им можно слегка форсировать события. Но в любом случае, почта устаревшая уже должна быть. В моем случае, ее, естественно, нет. Так вот, когда произойдет первое перемещение, если перемещение будет осуществляться из папки Inbox, Draft, SendItem или Корзины, то в онлайн-архиве у вас будут создаваться точно такие же папочки. То есть, будет Inbox отдельно, Draft, SendItem. Из тех папок, из которых перемещение идет, они будут дублироваться. То есть, ничего сложного абсолютно нет. Пользователь может потом читать почту. Окей. Итак, коллеги, посмотрел на получающийся хронометраж и решил, что мы с вами разберем еще один вопрос. Как работать с Exchange 2010 из PowerShell или PowerShell SE? Тоже такой вопрос, достаточно часто задаваемый. Суть в том, что те командлеты, которые вы задействуете для работы с Exchange 2010, они по умолчанию отрабатывают только в Exchange Shell. То есть, в той консоли, которая идет вместе с Exchange. Если вы откроете окно PowerShell, либо установите скриптовый редактор, который идет в комплекте с операционной системой Windows Server 2008 R2 PowerShell SE, то выполнить оттуда, допустим, командлет GetMailBox у вас не получится. Вы получите сообщение о том, что такой командлет в системе неизвестен. Решается эта проблема очень и очень легко. Для этого вам нужно зарегистрировать набор командлетов экченжерских и впоследствии с ними работать. Давайте посмотрим, как это делается. Итак, открываю PowerShell и пишу командлет GetMailBox. Получаю сообщение о том, что, извините, но командлет неизвестен. Если мы воспользуемся командлетом AddPSSnapin и добавим название Microsoft.ExchangeManagement.PowerShell.E2010, то после регистрации набора командлетов мы сможем с вами вызывать из обычного PowerShell прекрасно те командлеты, к которым мы привыкли в экченже. Это один вариант. Сейчас посмотрим, он выполнится. Второй момент. Скриптовый редактор Windows PowerShell.Ess. Настоятельно рекомендую его использовать. Вас интересует 64-битная версия для работы с экченжем. Но что когда вы пишете скрипт, делать это в блокноте удовольствие ниже среднего. Поэтому те, у кого PowerShell.Ess не стоит, можете смело зайти в сервер менеджер. Сейчас, секундочку, он у меня откроется. Развернуть фичи и в фичах найти компонент, он у меня уже установлен, Windows PowerShell Integrated Scripted Environment. Ну и впоследствии, естественно, его можно будет запустить. То есть точно так же регистрируете Microsoft Exchange Management PowerShell.E2010. Ну и впоследствии можете абсолютно спокойно отсюда использовать те же GetMailBox и все прочие радости жизни. Давайте с вами проверим, что GetMailBox отработал. Ну, для тех, кто не хочет каждый раз прописывать данный командлет для регистрации, а я напомню, что если вы закроете обычный PowerShell и впоследствии его повторно откроете, то регистрация, к сожалению, пропадет. Вот здесь хотелось бы вам напомнить, что в PowerShell существует такое понятие, как Profile. PowerShell Profile. PowerShell Profile это скрипт. Их существует несколько. Ну, в моем случае это скрипт, который находится в профиле текущего пользователя. Так вот, если вы в этот скрипт добавите строчку AddPS на PIN, то, соответственно, каждый раз при запуске окна PowerShell будет происходить регистрация, и вам не придется вводить это руками. Но данный скрипт, да, вот он. Данный скрипт, он не существует. То есть путь в переменной Profile прописан. То есть вы должны открыть блокнот, в блокнот вставить вот эту строчку, которую я вам дал. И теперь сохранить ее по указанному пути. То есть зайти в C, Users, в моем случае администратор IT-Band, Documents. Есть. Далее. Здесь должна быть папка Windows PowerShell. Ее опять же нет. То есть нужно создать. Давайте я это сделаю. Windows PowerShell. И в этой папке создать текстовый файлик с вот таким вот именем. То есть напоминаю, что расширение PS1 это у нас скрипты PowerShell. Сохраняем. И давайте проверим. Теперь у нас есть действительно такой скрипт. Я перезапустил сейчас специально окно PowerShell. GetMailbox. И видим, что сразу после запуска, без каких-либо дополнительных манипуляций, из обычного PowerShell мы можем с вами выполнять командлеты Exchange. Напоследок хотел бы чуть-чуть похвастаться. Мною был разработан курс авторский по интеграции таких продуктов, как Microsoft Exchange, SharePoint и LinkServer 2010 вместе. Все три продукта очень хорошо друг с другом связываются. И, скажем так, при совместной интеграции вы получаете дополнительный функционал. К сожалению, этот функционал и процедуры по настройке интеграции абсолютно нигде не расписаны. То есть то, что есть на точнете, это, во-первых, очень мало. Большинство вещей просто игнорируется. А во-вторых, если делать, как показала практика, если делать по точнету, то на выходе вы получаете в данном случае нерабочее решение. Несколько месяцев набивал себе шишки, что впоследствии вылилось в курс интеграции Microsoft Exchange, SharePoint и LinkServer. Если потребность такой интеграции перед вами стоит, всех приглашаю в учебный центр специалист на данный курс, ну и, собственно говоря, на другие курсы по ExchangeServer. В данный момент это направление состоит из двух курсов. Из авторизованного курса M10-135, настройка, мониторинг, решение проблемы ExchangeServer и, соответственно, M10-233, проектирование и развертывание Microsoft Exchange. Буду рад всех видеть на курсах учебного центра специалистов. Приходите, повышайте свою квалификацию. Всего доброго, коллеги. До встречи. Продолжение следует...